Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях НАТО В6 и Археи ТВ основатель бизнес-клуба КМБ и консалтинговой компании Ройтман Консалтинг Амир Ройтман. Знакомьтесь, Амир Ройтман. Родился 17 августа 1987 года. Окончил факультет бизнеса управления в Академии экономического образования Молдовы. В 2013 году открыл Международный клуб молодых бизнесменов. За это время проект был запущен как в России, так и в Украине. В рамках клуба проводятся такие масштабные бизнес-эвенты, как мастер-классы от Ксении Собчак, Ирины Хакамады, Радислава Гондопаса и других, а также тренинги, форумы и закрытые мероприятия для предпринимателей. В настоящее время Амир открыл компанию, которая оказывает консалтинговые услуги и помогает бизнесменам понимать и развивать бизнес в условиях пандемии. Среди новых действующих проектов Амира и женский клуб, и достигаторы, и мастер-майнд. Амир, привет! Расскажи вообще о новом проекте Ройтман Консалтинг. Что это такое? Всем известна ситуация, то, что сейчас карантин, что масштабные мероприятия запрещены, а основная деятельность Международного бизнес-клуба КМБ – это организация крупных бизнес-эвентов. Мы те, кто организовали мероприятия с Ксенией Собчак, Ириной Хакамадой, Радиславом Гондопаса, Хак Пентасевичем, Евгением Черняк и многие другие проекты, которые мы организовывали, к сожалению, сейчас нельзя организовывать. Потому что на нашем мероприятии собрались тысячи человек. И мы сменили немного профиля. Мы запустили проект «Достигаторы». Это когда ты ставишь цель на 100 дней, и твоя задача к этой цели – прийти с помощью куратора, наставника и единомышленников. И сколько у вас было достигаторов? 140 человек. И действительно оно где-то похоже на суть мастер-майндов? Я тебе дальше скажу, что есть еще проект «Мастер-майнд». Значит, в чем разница между группой «Мастер-майнд» и проектом «Достигаторы»? «Достигаторы» – это когда у тебя есть четкая цель на 100 дней, у тебя есть куратор, который тебе помогает, у тебя есть команда единомышленников, у тебя есть система отчета, контроля, а также ежедневных правильных привычек, которые ты делаешь. И штрафов, да? Ну, не штрафов, а мотивационных штрафов. Мы не называем это не штрафы, это мотивационные действия, которые помогают тебе приблизиться к цели быстрее. А также, допустим, проект «Мастер-майнд». В чем отличие между мастер-майндом и «Достигатором»? Мастер-майнд – это когда происходит серия мозговых штурмов, когда предприниматели, у нас в команде 12 человек, 12 участников, каждый участник – это успешный предприниматель, у которого есть четкое понимание того, как надо делать и что надо делать. И когда собирается 12 человек, и ты, допустим, говоришь о том, что вот у меня есть такой-то бизнес-кейс, такая-то, допустим, ситуация, и мне нужно ее решить. Кто мне поможет? Мои сотрудники? Вряд ли. Мой партнер? Да, но у вас только двое. А представляешь, когда собирается 12 человек, которые могут что-то посоветовать, порекомендовать, так как у них есть накопленный опыт, знания. Предприниматель – это же не тот человек, который узко мыслит. Это тот человек, который мыслит в масштабе. Он понимает, как работает система и что нужно сделать для того, чтобы решить ту-либо иную задачу. Потому что задача предпринимателя – это каждый день принимать какие-то решения, действовать в ситуации, где нужно что-то решить. Поэтому собрать таких людей, во-первых, это круто, во-вторых, это полезно, а в-третьих, это интересно. Поэтому давай разделим. Достигаторы – это цель на 100 дней, где есть кураторы, где есть единомышленники, и вы вместе идете к этой цели. Мастермайнд – это когда вы решаете какие-то бизнес-задачи здесь и сейчас, в которой у тебя тут произошла какая-то ситуация, тебе ее нужно решить, и тебе помогают участники. А вот смотри, ведь мастермайнд могу я и сама, к примеру, создать, да? В чем разница? Мастермайнд, который создает КМБ, и мастермайнд, который я сама. Катя собрала 12 девушек, и вот начинает… Да, ну, к примеру, чтобы понимать. Попробуй собрать 12 успешных предпринимателей из разных сфер, чтобы они в одно время собрались в одном месте на определенное количество времени. Насколько это легко собрать предпринимателей, не просто девушек, а предпринимателей. Это очень сложно. Вообще сложно собрать в одном месте хотя бы 10 человек, которые постоянно чем-то заняты, и у них есть приоритеты. Ты собираешь людей на что? На идею и на бренд. Если у тебя есть личный бренд, тебе доверяют, и ты понимаешь, что ты не посоветуешь что-то плохое, либо неинтересное, то к тебе приходят. Для тебя вообще понятие «личный бренд» – это что? Мы часто вначале работаем на свой личный бренд, потом бренд работает на тебя. То есть, грубо говоря, на имя? Да, на имя. Чтобы создать личный бренд, тебе необходимо сделать качественные действия, которые оценят окружение и поймут, что ты хорош. Если, допустим, окружение твоего понимает, что ты хорош, и тебе начинают доверять, ты понимаешь, что твой социальный капитал, который ты собираешь в течение времени, благодаря своим правильным действиям, благодаря своим результатам, либо в конечном итоге то, что приводит тебя к успеху, это говорит о том, что ты накапливаешь вот этот социальный капитал, который в конечном итоге позволяет тебе называть себя, допустим, как личность, брендом. Ну, например, Ксения Собчак. Ее многие не любят, у нее много хейтов, но в том числе она является брендом, потому что они говорят. Плохо, когда тебе не говорят. Значит, хорошо, когда тебе хорошо говорят, и в тот же момент, когда тебе плохо говорят, это тоже своего рода бренд, о котором обсуждают. Поэтому, прежде всего, конечно, очень важно, что ты говоришь, как ты говоришь, и о чем ты говоришь. Ну, и, конечно, как ты выглядишь. Возвращаемся к Ройтман Консалтинг. Да, давай вернемся к твоему первому вопросу. Ройтман Консалтинг, как это появилось? То, что я ранее говорил про социальный капитал, это очень важная вещь, которая для любого успешного человека, ну, например, все понимают, что в нашей стране очень много решает связи. И если у тебя достаточно много компетентных людей в твоем окружении, то ты можешь решить достаточно серьезные вопросы. Так вот, представь, на секундочку, у тебя появляются, как у бизнеса, разные сложности, задачи. Я не хочу называть проблемы, задачи, которые тебе важно решить. Тебе недостаточно твоего окружения, знаний и опыта, чтобы решить эту задачу. И тут появляюсь я, тот человек, который наработал социальный капитал, у которого достаточно много полезных контактов. Плюс за 8 лет существования КМБ мы организовали тысячи мероприятий, и нас посетило больше 50 тысяч участников. А это предприниматели, люди в найме, это те люди, у которых постоянно были какие-то задачи, которые им важно было решить. То есть определенная база. А я участвовал, допустим, в дискуссиях, в мозговом штурме, даже в решении этих задач. И у меня накопили знания и опыт, которые я получил за эти 8 лет. Плюс в моей жизни было порядка 8 разных проектов, бизнес-проектов, в которых я участвовал. И, конечно же, мои знания, мой опыт, полезные контакты, которые я имею, а также эксперты, которые меня окружают, мне позволяют решить достаточно много вопросов. И часто не я решаю эти вопросы, а эксперты и компетентные люди, к которым я обращаюсь. И вот как раз компания Ройтман Консалтинг, она про то, что я могу предоставить того эксперта, того специалиста, который решит твою задачу. Какого профиля у тебя эксперты? Это может быть маркетинг, это может быть продажи, это может быть управление бизнесом. Это может быть любая задача, которую встречает малый, средний, крупный бизнес ежедневно. По-твоему, вообще, чтобы удержаться на молдавском рынке, какие вообще нужно иметь характеристики для бизнеса? Если ты целеустремленный, амбициозный, и ты не знаешь, что такое нет, то, мне кажется, ты добьешься всего того, чего ты хочешь. Знание, опыт, окружение, которое у тебя появляется каждый день, оно только усиливает и укрепляет твои достижения. Поэтому очень важно быть фанатиком своего дела, любить то, что ты делаешь, а также быть вовлеченным. И у тебя точно получится. И это не важно, ты живешь в Молдове, в Украине, в России, где-то в Евросоюзе, либо в Америке. Очень важно вот это ощущение желания достичь. А твой проект – достигаторы. Желание достичь цели поставленной. Ну, вначале нужно эту цель поставить. Очень важно, очень часто, когда цель ты ставишь, ну, так, знаешь, на авось. Чего я хочу? Я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым, я хочу быть успешным. О чем это? Это о неправильной постановке цели. Ты сможешь реализовать эту цель? Как? Если ты не понимаешь, когда, если ты не понимаешь, каким образом. Знаешь, есть постановка цели по смарт. Если ты ее не ставишь таким образом, то о чем можно говорить? Что будет являться твоим результатом? Поэтому, возвращаясь к моим проектам. О чем мои проекты? Мне очень нравится отдавать, помогать, решать разные задачи, разные сложности. Оттуда и пошли мои проекты. Международный бизнес-клуб КМБ, консалтинговая компания Ротман Консалтинг, проект Достигаторы, проект Мастер Майнд. Также у нас есть закрытый клуб для среднего и крупного бизнеса. Также у нас есть проект Женский клуб. То есть много проектов, которые связаны как раз о коммуникации, о помощи и о решении разных задач и разных вопросов. Знаешь, есть категория людей, которые говорят так. Почему я должна ходить на какие-то мероприятия, когда этот человек, допустим, не миллионер? Вот он не достиг какого-то там успеха именно в бизнесе, да, таком масштабном. Чему он меня может научить? Ну вот есть категория людей, которые так говорят. Как ты к ней относишься? Очень просто. Допустим, возьмем известного человека Майкл Джордан. Ну, он достиг тех результатов и стал звездой спорта благодаря чему? Благодаря своему тренеру. Как ты думаешь, его тренером был звезда? Наверное, нет. Он не был звездой. Он не был чемпионом мира. Он был хорошим тренером. Для того, чтобы стать тем человеком, который можно чему-то научить, либо помочь, не обязательно быть лучшим из лучших, не обязательно быть миллионером. Очень важно уметь передавать информацию, учить и помогать. И важно, чтобы тебе доверять. Давай вернемся к университету, либо к школе. Все ли учителя успешные бизнесмены, успешные люди? Ответ на этот вопрос. Не могу. Твоя учительница математики, химии, либо, допустим, в университете, где-то училась преподаватель. Ну, они в своем успешные. Давай так. Они хорошо знают свой предмет. Они тебя обучают. Они имеют право тебя оценивать. Потому что они хорошо знают предмет, и они умеют учить. Так же и здесь. Так же и в бизнесе. Так же и в тренингах. Тренер, который обучает. Ему не обязательно быть миллионером. Ему не нужно быть номер один в чем-то. Ему достаточно уметь и знать передавать информацию. Если ты сможешь от этого тренера взять информацию и ее применить, то, конечно же, этот тренер, этот учитель, он выполнил свою работу. Тут вопрос навыка. Допустим, представь, на секундочку. Выступает миллионер, которого всего достиг. Есть грандиот того, что он тебя сможет чему-то научить? Есть ли у него навык учить? Ну, наверняка. Вряд ли. Если мы с тобой возьмем хаотично, я не знаю, 100 успешных людей, 100 миллионеров, и попросим, чтобы каждый из них выступил и научил чему-то, нет гарантии. Он скажет, ребят, я могу рассказать историю успеха. Вот я расскажу, как я это делаю. Но где гарантия, что его успех может быть применен мною? Где гарантия того, что я смогу сделать так, как говорит меня об этом успешный человек? Мне нужен навык. А чтобы этот навык получить, мне нужно этому обучить. Но, конечно же, интересно послушать успешного человека. Это мотивирует, это хороший нетворкинг, это то, что поможет тебе, как мы говорили с тобой ранее, про социальный капитал. Как ты можешь накопить этот социальный капитал? Благодаря тем знакомствам и знаниям, которые ты получаешь. Где ты можешь получить эти знания и эти связи? В бизнес-клубе, на тренингах, на форумах, на мероприятиях. То есть ты о том, что окружение на нас влияет? Я вообще считаю, что и многие, ты слышала, что вопрос решает Куметру, либо решает тот, кто я позвонил, и он решил этот вопрос. Это что? Это связи, это нетворкинг. У кого-то нетворкинг, с детства он родился в правильной семье, его окружают нужные родственники, а у кого-то этого всего нету. Ему нужно накопить этот социальный капитал. Как? Это только встречи, знакомства. А где эти встречи? Ходить в библиотеку, ходить в театр, в кинотеатр? Где ты познакомишься с интересными людьми, полезными? Конечно, там, где им, в том числе, интересно. Им интересно ходить на интересные, полезные тренинги, ходить в бизнес-клуб, ходить на проекты разные. Я никого не призываю, но моя компания, моя организация, моя команда, мы создаем как раз повод, благодаря которому каждый может получить знания, опыт и контакты, полезные контакты, которые потом он может использовать, применить в своих целях, в достижении своих целях. Какой самый вообще дорогой подарок, который ты получал? Возможно, это не обязательно в цене дорогой, да? А вот дорогое может быть сердце. Я тебе скажу то, что меня, знаешь, вот греет. Вот то, от чего я получаю большое удовольствие, так как в моей жизни, ну, мои все проекты, они связаны с тем, чтобы мои друзья, мое окружение, клиенты, люди, которые посещают мероприятия, либо ходят в мой клуб. Мне очень нравится, когда я вижу результаты, либо когда человек достигает, и ему по кайфу подойти и сказать, Амир, спасибо, я смог этого достичь благодаря твоей работе, либо твоей организации. И, конечно, это греет мне больше всего, и от этого получаю большое удовольствие. А спасибо в эквиваленте какого-то подарка? Было вот прям, чтобы понравилось, запомнилось? Ты знаешь, нет такого особого подарка. Были разные подарки. Что тебя может удивить? Давай так. Что меня может удивить? Ну, ты знаешь, меня удивляют иногда интересные стартапы, проекты, с которыми приходят участники и рассказывают, вот я запустил такой проект. И меня это удивляет, потому что я о таком проекте не слышал, я такого не видел. И мне приятно осознавать, что в нашей стране такие проекты появляются. И вот это меня, конечно, впечатляет. Это могут быть разные проекты. И что самое главное, что это работает, это приносит прибыль, и человек в этом плане развивается. Какой вот самый уникальный стартап ты видел? Самый уникальный стартап? Ну, например, смотри, мне очень понравился стартап, который запустил молодой человек, связанный с чат-ботами, с воронками. И у него этот проект он масштабировал на весь мир. Мне понравился стартап, который был связан, опять же, с IT-проектом. Он решал разные, ну, допустим, ты хочешь поехать в какую-то страну, ну, ты как турист, и тебе хочется приехать в страну, где ты будешь знать, что там можно посмотреть, что можно там увидеть. И вот он создал приложение, благодаря которому ты как в игре, попадая в страну, у тебя оно сразу показывает, куда тебе стоит пойти, как некий гид, гид страны. И ты таким образом знаешь уже, приезжая в страну, ну, что тебе делать? Вот он создал такое антиприложение. В основном все стартапы, они связаны с этим решением, поэтому меня удивляют эти решения. Потому что все офлайн-бизнесы, их много, и создать что-то новое в офлайне достаточно сложно. А в онлайне? Можно. И создают, вот я тебе рассказываю про эти проекты, которые вот меня впечатляют. Онлайн вообще, по-твоему, это сложная среда? Ну, ты знаешь, после карантина очень многие поняли, что даже мои родители, что онлайн это очень удобно. Доставка, это очень удобно. Ну, звонки, которые, видеозвонок, который ты можешь сделать по онлайну, потому что ты не можешь с человеком встретиться, потому что карантин, у тебя такая есть возможность. Поэтому мне кажется, что онлайн это очень легко, просто, комфортно, удобно. А твоих родителях никогда не знала ничего? Ты не рассказывала никогда в интервью, кто они? Мой папа предприниматель, а мама домохозяйка. По-твоему, родители, это всегда пример? Конечно. Ты бы хотел вот такую же модель в своей семье, в будущем? Да, мне очень нравится. Ну, смотри, я предприниматель, мой папа предприниматель. Всё, а ты ищешь домохозяйку? Нет, я не ищу домохозяйку. Ты знаешь, я, ну, для меня, допустим, жена — это прежде всего партнёр по жизни, с которым интересно, и мне будет очень приятно, если она будет достигать, и я буду радоваться за неё. Веришь ли ты в астрологию? У тебя вот проводятся в том числе и тренинги, там и астрологи приходят. Очень многие успешные люди, они, прежде чем, допустим, что-то запускать или что-то делать, когда им интересно, они смотрят на свою натальную карту, узнают определённые предсказания, можно так сказать, да, вообще, что им суждено, к чему у них есть предрасположенность и так далее. Сам ты когда-то ходил к астрологу? Мы ни разу не проводили тренинг, либо мероприятие на тему астрологии, но я знаю, что много предпринимателей обращаются к астрологам, и часто вот бывает такое, у меня вот должна была быть встреча с одним предпринимателем, он говорит, Амир, сегодня, к сожалению, мы не сможем с тобой встретиться, потому что по астрологии дата, когда мы можем заключить успешно договор, это вот такого-то числа в такой-то месяц. Вот, бывают такие ситуации, я к этому отношусь спокойно. То есть для меня это… То есть ты ходил к гадалке, к астрологу, к экстрасенсу? Интересно. Ты знаешь, никогда к этому не… я равнодушен к этому. Ну, то есть считать, что это работает, я не отрицаю, и в тот же момент я и не соглашаюсь с тем, что это может сработать. Оно и на место быть. То есть ты это не берёшь как стопроцентную правду, если тебе скажут, там, в 32 года у тебя там будет, не знаю, бизнес на миллион. Нет, я к этому тоже… Ты идёшь по своему пути. Да, я отношусь к следующему, что если ты чего-то очень хочешь, и ты делаешь правильные шаги, то ты этого добьёшься. А то, что вера в это тебя только усилит, это правда. Я считаю, что вера и в то, что ты, допустим, не знаешь чего-то… Ну, вот, например, я, например, к астрологии отношусь равнодушно. Но есть люди, которые в это очень верят, и, соответственно, это им помогает. Если вера в астрологию тебе помогает, то почему бы и нет? Я не против неё. Но вот в моём случае это вот так. Какая твоя самая главная сегодняшняя задача? Жена. Серьёзно? Ну, наверное. Ты знаешь, я в тот какой-то момент подумал о том, что когда ты добиваешься каких-то результатов, успехов, тебе хочется с кем-то поделиться, разделить этот успех. И в какой-то момент ты понимаешь, что этого человека, например, не хватает. И вот я вот чувствую вот этот дефицит внимания. И мне очень хочется, чтобы рядом со мной был человек, с которым я буду разделять вот эти успехи, и с которыми я буду строить будущее совместно. Какие те характеристики, которые должны быть у жены? То есть какая она? Мы уже поняли, как мама. Как мама. Ты знаешь, для меня очень важно, чтобы человек хотел что-то делать. Ну, чтобы ему хотелось жить, создавать, творить, двигаться вперёд. Мне интересно общаться с человеком, у которого что-то меняется в жизни. Что его жизнь имеет какие-то определённые изменения в лучшую сторону. И я в этом готов поддерживать. Быть на одной волне. По поводу внешности. Ты знаешь, это очень индивидуально. И нет такого, что вот я люблю баландинок, либо я люблю брюнеток, я люблю метр семьдесят, либо метр восемьдесят. Ты знаешь, это, наверное, вот как в бизнесе, да? Мы же не всегда вот видим человека, и вот он нам, допустим, нравится. Но как он себя преподносит, как он говорит, как вот это всё в совокупности, вот эта энергия, которую он изучает, она, наверное, вот влияет. Мне кажется, что успешный проект — это не только бизнес, это семья, это что-то личное. Поэтому для меня вот сейчас как раз тот период жизни, когда я задумываюсь о своём личном успехе в плане отношений и семьи. А бизнес — это то, что я умею, я это понимаю, я знаю, что мне нужно делать, я знаю, куда мы идём, я знаю, какой это масштаб. Но что у меня цель — это международный консалтинговый бизнес, который поможет мне и... Нет, давай по-другому. Для меня основная цель — это построить международный консалтинговый бизнес, где я смогу помогать бизнесу решать любые вопросы. Я продолжу организовывать бизнес-эвенты, я продолжу помогать окружению, но для меня очень важно отдавать и быть полезным. Я от этого получаю удовольствие. Но без семьи, без близкого человека всё это строить сложно. И мне очень хочется, чтобы рядом со мной был такой человек, с которым мы вместе будем идти в одном направлении. Давай дополним предложением. Давай. Каждый бизнес должен быть... Интересным. Бизнесмен — это, в первую очередь, тот человек, который... Создаёт. Какое образование я бы хотела получить? Мне очень нравится психология, поэтому я, наверное, в этом направлении бы с удовольствием развивался. Кто из людей меня кардинально поменял? Мои родители и мои близкие друзья. Кому я хочу сказать сегодня спасибо? Родителям. Амир, я благодарю тебя за интервью. И желаю тебе успехов, чтобы у тебя всё-таки получилось достичь этой цели. И у тебя уже на следующее интервью была международная... Проект «Жена». Проект «Жена». Консалтинговая компания. Спасибо тебе большое. Ну и жена тоже. Позволь на свадьбу. Приглашайте в проект «Холостяк». Я готов. Хосмик Сатарин, кстати, ждём. Я жду «Холостяк». Субтитры подогнал «Симон»